любимый сегодня делала стрим готовила плов сахара тоже нету сейчас иду в магазин хочу отнести плов моему сыночку вот я на другой кастрюле делаю это такое горячее сейчас вот приняла перее переставила посмотрите какой рассыпчатый рассыпчатый хороший просто я его уже поставила видно да и чат вот хороший плов девочки еще горячий смотрите морковки правда мало и думаю давай ему лечит уже отнесу вот это такая забитая лечит уже потом зайду магазин мне надо полотенце купить для тренировок нету есть полотенце девчата но как вам сказать мне маленькие нужны такие нужны так что вот так и сахар нужно купить и йогурт нужно купить говорю кайта сейчас идем деклату и кайтана говорит по стриму разговор ведет на вам соку хара томас усы кино и томас остаешься чем у меня с голосом и говорю этот кайтаночка сейчас идем деклату на 100 и кайтаночка конечно сказала мире 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 я говорить бабушка злая на маму не ругаются можно говорить с вами гостья пойду хоть отвлекусь немножко но что я скажу девочки егор ладно конечно а си конечно томатон конечно можно этот о чем не еще сказать девочки о чем не сказать понимаю ребенка тоже ребенок лишь бы сбежать не хочет проблему хочет сбежать но но пока могу короче побуду вот так да мне стало действительно кухарь в острую телефону и тэван и тату и одыка это нас чей-то телефон твой бери свой телефон не заводай мой тоже возьми мой тоже другой я пойдем выходить выходить кайтаночка томаса встречи к хозяин потом на квартиру зайду на квартире кое-что тоже мне надо забрать мне надо адамчику деньги тоже дать он там кое-что заплатил за меня надо ему эти деньги отдать он такой не надо тетя и огурнада каждый каждом свое этот не хочу вот так одел обувь штаны падают так что вот так думала спокойно с семьей пойдут все равно девчонки да вот не получается страна она как-то потом мать ее звонит ты ее забираешь собой огурда ты смотри я ничего не покупай у нее все есть я ничего не нужно его хорошо хорошо не буду покупать себе хочу какие-нибудь брюки тоже присмотреть я на кухне саду сюда и до кухне смотрю радуюсь радуюсь девчата радуюсь порадуйтесь вы за меня тоже но вы так за меня радуйтесь вот павлина нету так моего и не увидели девчата зараза такой уже вот скоро ночь будет сейчас сколько у нас там сейчас 6 часов поэтому дай ему телефон я даже не переоделась вот так знаете вот как было футболки в этой несерьезная футболка ну ладно кто его видеть будет так что вот так едем сейчас за за мере и девочки за мере я еду жалко мне ребенка просто вот и все да она мне так напоминает одну одну девочку с нашей улице у меня то есть одну девочку с нашей улице напоминает но с моего с нашего дома да тоже вот такая мать была но она конечно хоть руки не распускает у нас там одна была мамаша там такая так избивала свою дочку так избивала так издевалась просто над ребенком издевалась и вот знаете девчата да вот чему я удивляюсь вот всем говорю да и главное да вот никто никакую жалобу на эту на эту мамашу не писал у сейчас бы я такое увидела бы знаете у меня даже в голову не пришло да вот пойти пожаловаться там на мать да и и потому что это просто издевательство она их не кормила вообще вообще они выросли по соседям вот выросли эти девочки две девочки и мальчик у них они выросли по соседям она их так избивала сильно особенно эту среднюю мальчик был самый маленький среднюю она до такой степени избивала до крови девчонки такую взрослую девочку сколько я там было 14 лет 13 она голую и голую без трусов без ничего вот все полностью было как мать родила она ее в подъезд вытаскивала вот ни одна соседка там ей не сказала да там и ты как себя ведешь еще раз мы вот такое увидим взрослые люди вот куда они смотрели не знаю девчонки когда меня дядька избивал соседи чую не слышали как я орала кричала помогите я вот это вот тоже не понимаю куда люди а сейчас все такие умные стали сейчас все это даже вот когда не нужно да уже сразу жалобу пишут а вот даже вот ищу там где ее нету вот тогда было почему не искали вот этого я понять тоже не могу или они считали что это нормально это в порядке вещей вот ударил ребенка это порядке вещей это не в порядке вещей ни одна мать ни один отец ни один брат ни одна сестра вообще никто не имеет права на тебя руки поднимать не имеет права на тебя руки поднимать я вот этого никогда не пойму никогда не поняла ни разу ни разу я кайтану даже не шлепнула кайтана я хоть один раз тебя ударила хоть один раз я тебя сильно 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 накричала видите нет девчонки нет у меня бывает такое знаешь вот злюсь на нее из-за собаки да вот только из-за собаки потому что у собака высказаться не может договорю кайтана кушать дай собаки воду дай вот таким тоном понимаете и то я потом иногда бывает что я извиняюсь говорю кайтана ты меня извини а вы знаете сколько раз у меня бывает такое что у меня прям вот просто вот злос прям на нее и надо не хватает вот потому что не выгуливать собаку то я нельзя девчонки нельзя держите себя в руках ребенок не виноват если у вас нервами не в порядке никто не виноват вот вы представляете она утром уходила это мамаши да у них доме я не знаю холодильник был или нет вот я сейчас не помню мы часто к ней домой до такой степени все было бедно и такие деньги это женщина зарабатывала на таком хорошем месте работала вот она приходила она сама там где-нибудь ларьки чем перекусит ваша сама полноватая была женщина я бы не сказал что толстая да но не не такая худая как ее дети у нее ее дочь ее дочь вот эта средняя на с кем я дружила на все все дружили то я кушать дал бедный прозрачная была девчонки на ней только одна голова честное слово щечка она такая круглолицая была даже не круглолицая у нее такие скулы были которые часто вот и она проходила после работы у нее в доме даже лука не было вот там вот простого обычного лука удать женщина там кушать готовит там что-то там вот власть в доме там пару картошек заваляется лук там вот ничего ничего она как кому-то в гости не пойдет она бедная она бедная с кухни глаза не убрала что она всегда голодная была осталась и носит же вот таких людей и знаете ребята что самое интересное вот она вот этому мальчику который младший не там что-то подкармливала потому что мальчика она любила девочкам это вода это вот это в банках мы купили на квартиру потом воду тоже отнесу она вот эту мальчику да вот вы представьте себе вот у вас трое детей вот вы просто себе представьте ты приходишь с работы вот они боялись даже вот это средняя боялась мне даже подойти она подходила говорила своему сыночку и сыночек иди сюда на ладно яблоко ему давала ему брала его за руку идем погуляем там погулять там она ему там кукурузу купит петушки вот эти же вот это что же не еда ну ладно вот так она его подкармливала ребенка этого сына своего а детям ничего и главное что интересно вот выросли дети выросли дети дочка у нее неплохо живет старшая тоже вышла замуж дом построила неплохо живет своя семья потом другая дочка ее очень хорошо вышла замуж очень очень и очень хорошо она вышла замуж несколько квартир и в москве и там и тут у нее есть недвижимости с мужем она добилась все у нее тоже дети есть все что вы думаете она ремонт сделала на квартире вот этот мальчик вот в этой же квартире живет в нашем доме да у них 3 3 комнатная квартира вот эта сестра сделала ремонт и все мальчик за матерью не смотрит мальчик даже на нее руки поднимает нет нет бывает так тресет по голове сиди она вся такая больная вся такая и это все деньги которые у нее были она собирала эти деньги она отдала своей двоюродной сестре под проценты или что-то там куртануть там, что-то, что-то. Ей сестра Бог ей показала. Сказала, сгорели денег не то. Вот вы представляете, вот она детей не кормила, она ничего не делала, она сама тоже нормально толком не одевалась, да? А детей за одежду я вообще молчу. Вообще молчу. А потом вот так ей все деньги прогорели. Вот мало ей вот таким людям. Как таких людей Бог просто вот как по земле по земле ходит, да? И вот эта вторая дочка не оставляет мать с голоду. умереть, потому что там какие-то копейки она получает за пенсию, да? И вот эта вторая дочка, которую так избивали, которая так издевалась над ней, она не... Мы с ней общаемся, она мне говорит, ну как я брошу? Это же все-таки мать, хоть она и заслуживает, хоть она и стерва. Дочка говорит, дочка не забывает. Дочка говорит, ты помнишь, ты помнишь, Гуня, вот это, ты помнишь, Гуня, вот это, ты помнишь вот это? Я говорю, конечно. И еще главное, ходила за свою дочку, что только не говорила. Что она гулящая у нее дочка, что она воровка ее дочка, что она... А какая чистоплодная девочка была. Вот если она ко мне приходила, да, она мне говорила, давай я тебе помогу, давай я у тебя кухню уберу, давай я тебе ту уберу. Представляете, я считала, что мы так неважно живем, да? Ну потому что моя мать не старалась, за моей матери это не нужно было. У моей матери в голове только были кастрюли, серебряные ножки, хрусталь, мрусталь, вот так. Она говорила, вы же так богато жили. Она мне говорит, вы же так богато жили, мне так нравилось у тебя убирать. Когда она проходила, мне помогала уборкой, все. Она очень хорошо убиралась. Она один раз, я помню, когда ей было, наверное, лет 16, не помню, откуда она деньги нашла, она какие-то там деньги нашла, откуда-то кто-то ей дал. Она пошла, обои купила, коридоры обои, обои поклеила. Там у нее, а был у нее холодильник, у нее как раз коридоры холодильник. Она этот холодильник убрала, поставила куда-то его другой, она сказала, что все равно пустую, что его держать. Там у нас такая дверь была, у них такая дверь была, она эту дверь снесла, сделала такую арочку, сделала. Короче, сама ремонт сделала в 16 лет, потому что ей вот так стыдно было за ее квартиру, понимаете? Ага, мне так стыдно было кого-то привезти, мне так стыдно было. А потом, когда она уже по дростковому возрасте стала, сколько ей там лет стало? Я помню, 17 лет, что ли, мы к ней проходили, мать начинала возникать, она в матери очень грубо, прям матом она говорила, закрой свой рот, оставь меня в покое, брала дверь вот так, закрывала. Сейчас хиджа подела, она молится, хиджаби, да, но у нее такой хиджаб, как у нас там, вот так, как чупа-чупс, нет, 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 она просто косыночки, скромно одевается, муж у нее тоже молится, такая, знаете, девчонки, она очень даже порядочная девочка, просто вот такие родители. Вот я надеюсь, что вот так мирение не испортится, девчонки, что вот это все, вот она это все видит, да, что мать постоянно неадекватная, мать всегда бухая, в тот раз она мне слово давала, что больше пить не будет, сейчас, наверное, опять, а с чего это ее мать с ней ругается? Ее мать ей ключи не дает, вы представляете, от квартиры, и она говорит, какая у меня мама туда-сюда, какая у тебя мать, у тебя матери уже 80 с лишним лет, иди найди себе квартиру, иди на работу, иди туда, иди сюда. Нет, ей это не нужно. Зачем? Мать же кормит. Другой сын у нее, там, в Мостринске живет, это вот в Мадриде, со своим, со своим бывшим. Она говорит, хочу туда поехать, мать не пускает, потому что мать знает, ты говоришь, что ты туда едешь, мать звонит туда, а она туда не приехала. Она туда не приехала. Я ее не осуждаю, девчонки, вы понимаете? Я просто с вами делюсь. Это, во-первых. Во-вторых, ну как можно себя так вести, когда у тебя такая, в таком подростковом возрасте, девочка? Это же потом все на детях высказывает, выходит. Это все выходит, бопа потом. Потом дети бывают неуравновешенные, дети бывают всякими своими этими тараканами. Короче, вот так. И человек, и на что он никак не поднимется, никак не уйдет на что он? Мне так ноги замерзли. Что-то отогреться не могу. Знаете, если ногам холодно, уже все, тело уже, хотя у меня руки горячие, да, теплые, да, у меня всегда руки теплые. Всегда говорили, если, ну я так слышала, если руки теплые, свекров любить будет. Видите, правда, меня свекров очень любят. Очень и очень любят. Я прям это знаю, знаете, по человеку видно бывает. Надо даже говорить не стоит. Ну, не нужно. Видно, и свекор меня любит. У меня один сосед есть, который со своим свекором работал. Я один день скажу ему, а ну расскажи, как мой свекор? Мой свекор проходил и говорил, моя русская, моя русская, лучше нее нету. Это самая лучшая невеста, которую я видела. Ты что? Как она меня любит. Как она нас любит. Люблю, конечно, девчонки, люблю. Люблю, хожу реже каждым разом. Вот то кухня, то учеба, то это. Когда не было вот этого всего, один раз в пятницу, каждую пятницу ходила. Но сейчас не получается, девочки. То уроки нужно, то репетитор, то это, то то. то окна мне ставят. Давайте скажу, окна. Давайте перерну камеру. Вот так. А то постоянно свое лицо, вы, наверное, уже устали. Вы, наверное, закрытыми глазами меня. Сколько людей мне написали, что я тебя во сне видела. Так интересно, я одного человека во сне видела, который мне не очень, как будто она дочь потеряла. Искала ее там, и меня там помощь просила. Может, я на рекомендациях в Ютубе вышла. Стерва такая. Тоже столько соков у меня выпила. Как она меня крутанула, взяла у меня. Давай откроем вместе, давай откроем вместе этот ресторан. Будет все. Берет, открываем ресторан, все, такой помощи я ей уделяю, все. и она мне говорит, посудомойщица ты будешь. Хей, ёпыреса ты, посудомойщица. Я 500 километров сделала сюда, приехала к тебе домой. Три месяца как уборщица у тебя, за твоим мужем ухаживала, пока ты на работе была. Кушать готовила, все. В доме такой блеск. гладила тебе, стирала тебе, чтобы ты меня посудомойщицей поставила. Вообще, я в шоке. Я же говорю, от своих вот что дождешься. Хотя она не свой, но я считала, что она свой человек. Потому что ее брат был женат на моей мамины троюродной сестры. Ой, вот так, короче. О, доехали. Скажи, Мирея, пускай одевается, спускается. Деля Мирея, я ки собеси баха. Я вот так всегда говорю. К примеру, пойдем сейчас Адаму кушать дам. Сейчас. И копейку хочу дать. Я не думаю, что он дома. А, а он он. Иди сюда, сынок. Он что, меня не увидел, что ли? Адам! Адаму, я не могу, я сейчас кое-чуть, вот, представляете, да, вот, пошел, нахер, я тоже сказала. Но ты же все равно потом домой придешь, домой, когда придешь, туда на квартиру, там оставь, хорошо. Хорошо. Ох, эти дети, маленькие дети, маленькие проблемы. Большие дети, большие проблемы. Одну минуту подойти, вот, я надо кое-что сделать, я не успеваю, мне надо, что он интересный делал, или он прятался от меня, или я, я вот это вот уже, как будто спрятался. Я просто говорю, смотри, ты не можешь меня сделать, но ты мне знаешь, как мне П형 abraipsaffер, это просто и я делал. Я не люблю, я хочу делать, ааа, может потому что из-за телефона. Он говорит, она меня что, снимать хочет? что он тоже притрушенный если не хочет чтобы я снимала не скажи я не сниму и все кого-то как будто мой канал на нем держится девчонки ой не дай аллах зависит от этих до минуту ага что до 2 минуты гордость 2000 с вами мотает наша мире я пришла это уже член нашей семьи у них девочки было 200 человек в группе у них группа было 200 человек со всеми переругались что меряне что кайтана до синта персона и у них одна теперь осталось я говорю уже больше группа не хотят делать кайтан администрадора и мире я из главарь группы они там все по удаляли и ты кунта ну кого с утра с китай с устро сами нас для меня ну роблю за группу в робликс у них были 200 человек короче они там мерею заблокировали два дня бедно играть не могла депрессия была халатом на одну напала потом кайтан сказал ты на мою подругу напала тоже напала потом они опять переругались там у них какой-то алекс появился мальчик среди них может быть ему там ну маленький он еще я не они его уже видели они свои лица не о какие продуманные дети сегодняшний день и она кайтана свое лицо не показывает не мире и не показывает а все остальные должны показать свое лицо посмотрите какие ах эти дети а девчат ах эти дети и к этому мне хоть рассказывает вот эти вот это получилось вот это сделала вот это сделала но это коса кольто саду мадре мерея но она материнчик рассказать она со мной даже больше делится чем со своей мамой у кайтана чуть-чуть вот здесь а волосики ну совсем чуть-чуть да и я их убрала и и мерея заметил небе тетя наталья в умеешь тоже могли бы убрать а то мне говорят что у меня усы если я бы конечно дать его беру она продержит домой я тебя уберу и специально такой аппаратик есть знаете такой тоненький специальный да вот вот эти места убирать я убрала пока и лазер еще вот это все еще и рано то что я его так убираю потому что еще как заметно девчонки что есть все главное они у нее не такие рыжие чуть-чуть темноватые да вот нам эти вещи никто не говорил но вообще не брови вот такие здоровенные нам никто не подсказывал а сейчас родители балку в молодцы насчет этого подсказывает все кого поехала отдала ему плов он она там купался что ли не знаю куда он там забежал короче он увидел я что я записываю сказал я не выйду вот наш деклатон вот нужно здесь хорошие вещи между чем я спортом хочешь заниматься все есть девчонки вот это магазин есть у нас здесь я вообще очень много магазина все ну вот здесь так сейчас вообще в городе не хотят за город будут все вот эти магазины вы вытаскать это и правильно он там у нас лид эти здесь сети шоу где мы уже отходили к говну короче вам у нас чекас на мусс на вольта пор деклатон наверх сейчас посмотрю может быть вместе купальник куплю себе тоже хотя у меня есть там а такие но они немножко такие понимаете мне может говорить мы там люди будут почему ты должна староватый купальник одевать сейчас посмотрим девочки не хочу хороший купальник уже для бассейна понимаете наша там парилка там это эти все купальники портится бассейне тоже купальники портятся девчата от бедная мире я эти эти брюки которые мы не подарили она их не снимает уже я не знаю сколько времени я на них вижу на катан очки хвостики кайданочка покажи свои хвостики солнышко а так сделай смотрите как мне нравится когда она так поворачивается мире соли дали ами амире и скрипта раз и вся ты коносы для здравствуйте не скажи привет привет молодец смотрите какая хорошая за я уже ее люблю девочки вот честно говорю о счете столько нету не знаю сейчас меня обратно придется я не знаю посмотрим девчонки если ничего не скажу ю тубе до оставлю кайтаночка смотри какие шапочки не хочешь она не хочет никогда шапочки вот эти сейчас я себе хочу одни брючки такие для тренировок тоненькие взять и сейчас посмотрю девчат очки нас за воров приняли наверное но это шутка короче украли дело в том что они взяли две бутылки воды и мы смотрите сколько вещей купили полотенце тапочки короче всего короче на набрали и знаете у них такая у них такая вещь вот как корзина ты в корзину ставишь это все и корзина сама тебе считают ну теперь она все посчитала вышла там достаточно такая большая крупная сумма короче но мы оплатили сумму теперь выходим и пи 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 а там же мужчина стоит какие они все-таки интеллигентные все и внимательные такие знаете теперь этот мужчина говорит этот и а девочки не девочки взяли сразу сумку поставили две бутылки воды девчат и девочки такие тетям уже бутылки воды поставили не заплатили за них я горой извините город она две бутылки воды он говорит нет это не вода у вас пищи девчонки столько там вещей контур коса бенты с 28 вещей короче каждую вещь вытаскивать оказывается одна футболка там за 3 евро который я купила чтобы тренироваться вот она девчонки пищала короче ой сколько извинений у нас просили извините пожалуйста но мы же не виноваты там же мужчина стоял может это все в корзину ставили он вот это просто вы слишком много вещей взяли оказывается слишком много вещей то что да ну она сама считает автоматически вот эта корзина сама считает короче ой девчонки я может такое я может такую ветровку купила красивую прям такую дорогущую да я варисова ну возьми да пожалуйста себе и так граси асисты вам порку хирина она есть такие это дичо на кассадора я вас спасибо что ты взял этот к потому что не все время у него еще такую фигура у него позволяет он л-ку носит да вот л-ка на нему хорошо вот это было вообще м-ку он носит а это вот как м-ка вот чуть-чуть была вовтяжку я бур нет возьми л-ку он такой примерил девчонки он и так смотрит и так смотрит я вот мой золотой ты заслуживаешь но возьми да будем идти тренироваться будешь хорошо выглядеть ну такой ну хорошо хорошо я так удивилась что он взял и две пары себе штанов взял на этот полотенца новые он себе согласился взять я просто поразилась молодец молодец а то все время девчонки знаете как сложно вот идешь с ним покупать хочешь ему красиво нибудь что-нибудь такое купить давай возьмем он начинает с тобой в магазине ругаться вот нахер мне это надо так что так оказывается нет не футболка а ветровка я кайтаночки ветровку взяла вот видите кайтаночку взяла ведь руку рот не открывает ему хочу он начал ну зачем она мне его на самом посмотрите какая нежная посмотрите какая она тонкая тот будешь тренироваться ты когда пока ты в тепло зайдешь там сама прохладно говорю вот оденешь эту ветровку она же такая тонкая ничего там нету и будешь себя чувствовать хорошо и тебе будет хорошо ну давай возьмем так хорошо и кайтаночки вы взяли купальники взяли шапочку взяли для купания потом но я вам все покажу девчат нет никаких проблем сейчас едем на квартиру хотела зайти в магазин нет уже денег все потратила она карточки на карточки нету нет там мне надо но это для покупки карточка я каждый нет нет туда заряжают деньгами этот не получается забываем так что вот так и на так это но и ноги верю нет нет вы не поставили на так это было 60 евро я уже два раза почитала то что нет на карточки нет вот так да и неча страшная личинка следующий раз там но но соло соло а цукарин чину компром сета мне сама глава и трасса ураина у ромас и компресса цукар сейчас сахар купим и все китос и аси дока и а урду и лакасадора тик-тик-тик-тик-тик да кнопочки а бутылочка вот так девчата кайтаночки брючки купила чтобы тренироваться там и такие такие купила себе по одну пару брюк купила очень хотела себе пару брюк а это такую же нашла точно прям такой у меня они аж серые стали от того что столько стирала эти такие черные главное девчата вот краски краску купила для головы какого для головы говорю для одежды специально чтобы вот красить вещи и чем думаете поставила и покрасить не попросила сама личинка вот как чуть-чуть там как этот связи то что это все ерунда не красится надо чтобы тебя красиво химическую отдавать да да с позор заниматься девчонки это не дешево но мы начали обратно с у нас на мне еще нужно обувь купить но я в китайские зайду там без марок без ничего самой дешевый посмотрю и возьму себе я на такие у меня столько хорошей обуви есть это на хорошую чтобы тренироваться не собираюсь носить так что вот так нет это дорого девчонки на 3 это не только же спортзал запасе хорошо что у меня там еще сумки я вам сейчас я вам покажу какие у меня сумки красиво от спортзала я моей сестре тоже розовый один раз дарила на сумку для спортзала она мне так нравилось у меня столько сумок было я же много лет ходила раньше он сейчас обратно начну и мне будет хорошо себе купальник тоже взяла такой вместе светлый да вот вы мне написали светлый называется светлый купальник делать черный без ничего без никаких пинтержек ничего мужик сказал о сколько вы купили где я!!! creo что это было очень смешно здесь это было очень смешно я думаю что мне кажется что это не было пятно я думаю что не было питьте здесь и если я не п Ada вот тут здесь я так и respected я так и здесь есть я ей звонит 30 я ей учил давайте мне это что важны а у �з она эта здесь подстилки есть специальные, да? Вот ты вот стелишь там, чтобы ты на пол не наступала голыми ногами, да? Специальные подстилки есть. У меня есть для меня одно. А у Стеона не было. И у Кайтана не было. И я говорю, Стеон, возьмешь себе? Он такой, хорошо. Сегодня он вообще молодец. Сегодня Стеон молодец. На все сто. А Кайтана говорит, бери, что хочешь, я одену. Посмотрим, сейчас она будет фыркать. Если будет фыркать, у меня чек есть. Поменяю. Ну, вы понимаете, сейчас же дети как? Ну, так как спортивный зал, не думаю, что она что-то скажет. А где? Миро, верь. Миро, верь, поеду? У меня нет денег, чем будешь платить? А я в ям. Где? Не надо. Тетя с тобой взяла деньги, все, что взяла, все потратила. Она такая стоит и говорит, ооо, тетя, уже 200, у тебя есть, я говорю, есть. И опять такой, ставит, одежда ставит, и какая-то она такая, ооо, у тебя столько есть, я говорю, есть. Она такая, ооо, короче, дефцета. Ну, самое главное, купила то, что хотела. Сейчас пойдем за сахаром. Пойдем за сахаром.